Вечерняя новость 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 В Нурсултане Вечерняя новость 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 органов с Акимата Балхарского района, с управления государственного дохода города Талдыкургана, а также с управления строительства привлекаются к ответственности. Тут есть результаты и материалы представления прокуратуры Балхарского района. Два материала, которые мы рассматриваем, основанием являются заявления граждан, которые обжалуют действия государственных служащих. По заслушиванию данных отчетов мы также направляем рекомендации решения Совета по этике, которые госорган в обязательном порядке должен исполнить. В этом году в рамках проекта «Бастал бизнес» удвоен размер государственного гранта для предпринимателей. Кроме того, успешно работает проект кредитования под низкий процент. Легко ли женщинам обучиться основам бизнеса? И почему они согласились выйти из зоны комфорта в мир предпринимательства, узнаем из следующего сюжета. Жительница города Кунаев Дина Апсалемова, мать четверых детей. По специальности она финансист. Сидя дома во время пандемии, у нее была возможность работать онлайн, ведя учет частных компаний. И все-таки, чтобы работать в своем офисе, ей не хватало средств. Поэтому обратилась за господдержкой. Во время пандемии появилась возможность для такой работы. Через интернет ей обратилась в центр занятости и получила информацию о том, что для открытия бизнеса можно пройти обучение, выиграть грант и получить сертификат. Обратившись в городской центр занятости, женщина окончила курсы «Бастау-бизнес» при палате предпринимателей от Амикен. После получения безвозмездного гранта в размере более 500 тысяч тенге она открыла собственный офис. Вначале Дина работала сама. Сегодня же под ее руководством трудятся более 10 работников. «Сейчас здесь 5-6 человек. В другом офисе у меня есть еще сотрудники. Мы работаем с компаниями не только в городе Кунаев, но и в Нурсултане, Алматы, Актау, Ахтубе». Еще одна бизнес-фумен государственного проекта «Бастау-бизнес» Гульмира Абдыкулова в прошлом году открыла салон красоты, получив микрокредит на 4,5 миллиона тенге под 4%. Сегодня здесь под ее чутким руководством работают еще 5 человек. «Помощь, конечно, была. Всю мебель и оборудование я приобрела за счет средств госкредита. Сейчас работаем в шестером. Каждый из нас – мастер различной специализации». В прошлом году в городе Кунаев на курсах «Бастау-бизнес» обучалось 95 человек. Из них 65 получили гранты на сумму около 38 миллионов тенге. Еще 14 граждан получили микрокредиты в размере более 24 миллионов тенге. Уже в этом году объем госгранта увеличился в два раза. В этом году сумма средств, выделенных на гранты, составила 400 месячных расчетных показателей. В прошлом году эта цифра была в два раза меньше. С начала этого года в городе Кунаев уже 11 человек получили безвозвратные гранты в рамках данного нацпроекта. Общий объем финансирования – 14 миллионов тенге. Снижение процента безработных – всегда важная повестка дня, отмечают специалисты городского центра занятости. В этом году к нам обратилось 665 человек по вопросам занятости. Из них 446 человек трудоустроены. Айсулу Жандосова, Курманжан Хасымжанула, Аманжол Жумартула, телеканал ЖТСУ, Кунаев. Осторожно, клещи! В Алматинской области начался второй тур противоклещевой обработки. Активные профилактические мероприятия уже ведутся на территориях массового отдыха людей в Алакольском и Уйгурском районах. На сегодня препаратами повторно обработано 18 гектаров. В целом, в регионах и городах области дезинфекция от опасных насекомых продлится до 26 июня. Специалисты убедительно просят воздержаться от посещения территории, где имеются отметки о проведении работы по уничтожению клещей. В таких местах запрещается выпас скота в течение 45 дней. В целом, по области с начала весны с укусом клещей в медучреждение обратилось 2350 человек, 1200 из которых дети до 14 лет. А потому медики напоминают, что отдыхая на природе, нужно соблюдать правила безопасности. Носить закрытую одежду, применять средства, отпугивающие опасных насекомых. В случаях обнаружения клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и ни в коем случае не убирать насекомое самостоятельно. Когда идет присасывание клеща кожным покровом, если неправильно убрать, то останется головная часть клеща в теле, где возможно наличие вируса. Нужно обратиться сразу, потому что иммуноглобулин делается до трех суток после укуса клеща. Поэтому чем раньше вы обратитесь, тем ранее сделают вам эту иммунопрофилактику, и тем быстрее выработаются антитела, которые будут защищать человека от заболевания. Спокойствие, только спокойствие. 8 июня текущего года в 12 часов 55 минут. В целях проведения технической проверки областной системы оповещения на 30 секунд будут включены электросирены. В связи с чем руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области просит жителей отнестись с пониманием и не паниковать. Вместе с тем сотрудники ведомства напоминают о правилах поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Если сигнал застал вас дома, включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники. Прослушайте экстренное сообщение. Действуйте в соответствии с переданным сообщением. Если сигнал застал вас на улице, прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения. Действуйте в соответствии с переданным сообщением. Порядка 720 талантливых детей из 12 городов Казахстана приняли участие в международном фестивале в столице Узбекистана, городе Ташкент. В мероприятии также участвовали и представители Центра детского творчества «Омеш» города Талткурган, которые по результатам конкурса удостоились высокой оценки и получили гран-при, исполнив произведение известного композитора Нургасит Линдиева Ататулгауэ. Фестиваль под названием «Жулдзгахадам» был организован Республиканским творческим центром «Жулдзарт». Его работа направлена на выявление талантов среди творческой молодежи. Отметим, что впервые этот конкурс проводился в городе Петропавловск в 2016 году. В последующем его масштабы приняли международный характер. Дальнейшие планы детского центра «Омеш» – участие в международном конкурсе, который пройдет уже этим летом в Турции. 30 мая мы были в Ташкенте, в лагере «Сокол», там тоже выступали. Участвовали не только казахстанцы, но и узбекские народы были. Мы рады, что за рубежом мы выступили в этом конкурсе и выиграли гран-при. К новостям мира. В Анкаре произошел вооруженный конфликт. На одной из улиц завязалась перестрелка между двумя группами иностранных граждан. Уточняется, что этому предшествовала ссора, причина которой неизвестна. В результате происшествия пострадало три человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Сейчас на месте ведутся следственно-оперативные мероприятия. В Колумбии число погибших от взрыва возросло до 12%. Еще троих в колумбийском муниципалитете Эль Сулия ищут. Напомним, трагедия произошла 30 мая. В результате обвала пород под землей оказались заблокированы горники. Ранее спасатели обнаружили тела шести человек. Они считались пропавшими без вести. В больницу доставили одного пострадавшего с ожогами и травмами. Однако они оказались несовместимыми с жизнью. Поисковые работы ведутся до сих пор. Пекин ослабляет эпидемиологическую обстановку и снимает карантинные ограничения. Послабления коснутся закрытых помещений, курьерских служб и индивидуальных занятий. Новые правила вступили в силу с сегодняшнего дня. Практически во всех районах китайской столицы будут доступны услуги по приему пищи в ресторанах, а курьерам будет разрешено входить в жилые кварталы. В общественных местах, библиотеках, музеях, кинотеатрах и спортивных залах разрешено возобновить работу. При этом общий поток посетителей не превышает 70% от максимальной вместимости. При этом все жители должны иметь при себе ПЦР-тест, который был сделан не ранее, чем за 72 часа до посещения общественных мест. В Ауле Карабулак из Кельдинского района прошел велопробег, посвященный 30-летию со дня принятия государственных символов Республики Казахстан. Аким района Рустам Алиев личным примером продемонстрировал уважение к этой знаменательной дате, возглавив колонну велосипедистов. Цель акции – формирование патриотизма, а также пропаганда здорового образа жизни и массового занятия физической культурой и спортом. В велозаезде приняли участие не только воспитанники отделения по велоспорту районной спортивной школы, но и все желающие жители района более старшего возраста. Все те, для кого двухколесный друг служил уже много лет, а свое свободное время они посвящают велопрогулкам. Также сегодняшний велозаезд еще совпал с Международным днем велосипеда, который является официальным праздником, утвержденным Организацией Объединенных Наций. И это тоже символично, что в сегодняшнюю прекрасную погоду приняли участие от мала до велика. Мне 62 года, я занимаюсь триатлоном и участвую в велосипедных соревнованиях, заездах. С удовольствием показать пример, во-первых, для того, чтобы наши граждане берегли, понимали, что такое здоровье и придерживали здорового образа жизни. Битва гигантов. Сильнейшие атлеты Алматинской области приняли участие в первых соревнованиях по силовому многоборью. Конкурс Тулагай был организован в Жаркенте, Панфиловского района. Спортивное мероприятие приурочено ко Дню государственных символов Казахстана. Открытие первого состязания по силовому экстриму прошло на центральном стадионе Жаркента при полном зрительском аншлаге. Участников и гостей поприветствовали представители Управления физкультуры и спорта Алматинской области и почетные гости состязания. Было отмечено, что в названии этого спортивного мероприятия лежит древняя легенда о 9-летнем мальчике по имени Тулагай, который перенес на себе гору. Именно такие турниры служат пропаганде национальных традиций и созданию конструктивного культа мужской силы с казахстанским колоритом. Мы организуем такие соревнования для того, чтобы прославлять родную землю. Молодежь должна воспитываться на традициях наших батыров. Фундамент воспитания молодежи – это сохранение традиций и истории Казахстана. Такие турниры нужны, чтобы преподать молодежи нашу силовую культуру. Рассказать, что у нас в каждом регионе есть люди, сильные не только физически, но и духовно. 30 сильнейших спортсменов-тяжеловесов Алматинской области, мастера спорта, победители и призеры республиканских и мировых турниров встретились для того, чтобы посоревноваться, испытать силы, продемонстрировать свое мужество. Они соревновались в метании копья, подъеме бревна, природного камня, в сгибании металлического прута. Это первый показательный турнир по силовому многоборью в нашем регионе, автором и инициатором которого стал Тимир Спатаев. Кажмукан, Балуаншулак и Манжусуп обладали недюжей силой. Они могли поднимать над головой тяжелые предметы – камни или мешки с песком, а также сгибать и разгибать железные пруссия. Все эти упражнения мы включили в программу нынешних состязаний, чтобы показать силу и удаль сегодняшних участников. Многие из них являются мастерами спорта международного класса, которые представляют нашу страну на международных аренах. Это настоящие батыры, очень мощные ребята. Победителем в первых соревнованиях по силовому экстриму в Алматинской области стал местный силач, представитель Панфиловского района Даорин Кауменов. Второе место в упорной и бескомпромиссной борьбе занял чемпион мира по тяжелой атлетике Талды Курганец Ибрагим Бирсанов. У нас есть в Казахстане батыры, что у нас есть очень сильные люди, не только в нашей области, во всем Казахстане. Я хочу, чтобы во всем Казахстане это развивалось, чтобы такие соревнования проводились более чаще. Это очень прекрасно развивает, вообще показывает Казахстан с другой стороны. Молодое поколение будет на нас смотреть, на нас как первых участников. И в дальнейшем молодые будут смотреть и тоже стремиться стать самыми сильными. И это очень прекрасно для нации, для здоровой нации. Бронзовой медалью награжден кастер Саркетбеке. Всем троим богатырям предстоит представлять нашу область на подобных состязаниях в столице нашей страны в конце лета. Такой была картина уходящего дня. Благодарим за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин